Приветствую всех зрителей и подписчиков на нашем канале. Как видно из превью видео, темой нашего рассказа будет не совсем обычный самолет. В 37 году Министерство авиации Германии опубликовало технические требования к одномоторному трехместному самолету ближней разведки и наблюдения, причем основной упор делался на обеспечение хорошего кругового обзора. Конструктор фирмы Blom und Foss Рихард Фокт к решению проблемы обзорности подошел радикально. Он принципиально не хотел использовать двухмоторную схему и сумел найти способ установки каплевидной остекленной кабины на одномоторный самолет. На основе одного из своих патентов 1935 года Фокт предложил сделать несимметричный самолет. Слева должен был располагаться фюзеляж с двигателем и бомбовыми люками, а справа, на таком же расстоянии от оси симметрии самолета, кабина экипажа. Самолет был построен в 1937 году и получил наименование БВ-141. На машину установили тысячусильный звездообразный двигатель Brama 323 Fafnir. Кстати, это было одной из немногих ошибок Фокта. Двигатель оказался маломощным и ненадежным. Компания Brama в 10-х годах была крупным производителем самолетов, затем перешла на изготовление двигателей. Но к 30-му году ее акции серьезно упали, а в 1939 году она была выкуплена компанией BMW. В то же время конкуренты из Focke-Wulf заказали для своей разработки новый 12-цилиндровый двигатель Argus 410. Простой, легкий и надежный. Серьезным вопросом стала балансировка несимметричного самолета. В первых прототипах хвостовое оперение было обыкновенным, но довольно быстро Фокт пришел к выводу о необходимости разработки асимметричного оперения. Оно и появилось на первом рабочем экземпляре самолета, который поднялся в воздух 25 февраля 1938 года, на 4 месяца раньше Focke-Wulf. Удивительно, но асимметрия не приводила никаким проблемам в полете. Доктор Фокт рассчитал все совершенно верно. Изменение веса фюзеляжа, например, при сбросе бомб, тут же компенсировалось крутящим моментом утяжеленного пропеллера. Никто из летчиков-испытателей не жаловался. БВ-141 показал себя маневренным и эффективным разведывательным самолетом. Задача была выполнена, причем раньше конкурентов. Но тут, как уже вскользь упоминалось, возникла проблема с двигателем. Брама просто не тянул машину, и ей не хватало скорости. На третьем прототипе был установлен другой двигатель, на этот раз БМВ-132Н. По мощности он был равен Браму, зато стоил на порядок дешевле и производился гораздо большими промышленными партиями. Тем не менее, самолет требовал более мощного силового агрегата. Ничего подходящего немецкая промышленность не делала. Лишь в январе 1939 появился двигатель, подходящий для революционного самолета Фокта, могучий БМВ-801 мощностью 1539 л.с. К этому моменту было изготовлено два самолета БВ-141А с двигателем Брама и еще шесть с БМВ-132Н. Новая версия получила наименование БВ-141Б и прекрасно показала себя на испытаниях. До наших дней не сохранилось ни одного из 26 изготовленных БВ-141. Некоторые источники указывают число 28, но достоверно известно именно о 26 номерных экземплярах самолета. В 1945 году союзникам досталось три асимметричных творения Фокта. Остальные, вероятно, были отправлены на переплавку для нужд армии. Один из них увезли в Англию для исследований. Там его следы и теряются. Во время войны Фокт пытался продвинуть еще несколько проектов самолетов несимметричной конструкции, но его попытки оказались неудачными. Технические характеристики БВ-141. Экипаж. Три человека. Пилот-наблюдатель-стрелок. Длина 14 метров. Размах крыла 14 метров. Высота 3,6 метра. Площадь крыла 53 квадратных метра. Вес пустого самолета 4700 килограмм. Снаряженный вес 5700 килограмм. Силовая установка. Один двигатель БМВ-801 мощностью 1560 лошадиных сил. Максимальная скорость 438 километров в час на высоте 3500 метров. Дальность действия 1200 километров. Практический потолок 10 тысяч метров. Вооружение. Два пулемета МГ-15, два пулемета МГ-17. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите свои комментарии и, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok